Дагестан туристический, самая вкусная еда и самые доступные цены, но не все и не везде гладко, несмотря на видимые успехи в этой сфере. Где именно есть шероховатости, узнаете в нашей программе. Школа раздора. В Шамхале хотят закрыть учебное заведение с единственным спортзалом в поселке. Недетские проблемы детского учреждения. Подробности в выпуске. Искатели древности. Археологи Дагестана пробираются вглубь веков, но даже у них есть конкуренты со знаком минус. Здравствуйте. Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурад Ахмин. Махачкала получит 590 миллионов рублей на ремонт проспекта Имама Шамиля. Деньги потратят на полную реконструкцию одной из самых загруженных магистралей столицы. Выделение средств стало возможным благодаря обращению руководства Республики в правительство России. Ремонтные работы предполагают не только замену асфальтового покрытия, но также замену инженерных сетей, коммуникации и ночного освещения дороги. Реконструкция начнется после завершения подготовки проектно-сметной документации. А в высокогорном селе Ханох Цумадинского района открыли современный фельдшерский-акушерский пункт. Он возведен в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Всего в этом году построят 25 таких объектов на сумму, превышающую 1 миллиард 200 миллионов рублей. Открытие новой амбулатории для жителей этого отдаленного аула – событие долгожданное. Раньше в экстренных случаях здесь не знали, куда обращаться. Даже чтобы сделать прививки, приходилось преодолевать километры горной местности. Зимой очень большие снега тут бывает. Тяжело бывает очень-очень. Вот поэтому очень рады. Это уже в словах, мне сказать, такое счастье для нашего села. В новом здании по плану построены несколько кабинетов – смотровой, процедурный, акушерский. Есть все необходимое для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, включая мероприятия по реанимации и интенсивной терапии женщинам в период беременности и родов. Еще один важный аспект – в амбулаторию могут обращаться сельхозпроизводители со многих районов республики, занятых отгонным животноводством на этой территории. Дорогие друзья, будем работать, будем помогать друг другу, будем поддерживать дальнейшее развитие и процветание Цумадинского района. Вам огромное спасибо всем, Магомед Майорбекович, вашей команде, за то, что своевременно построили данный объект. И будем надеяться, что таких объектов на нашем трудовом веку будет еще много. После официального открытия ФАПа представители власти с активом Цумадинского района провели рабочие совещания по вопросам развития сельских территорий. На встрече было отмечено, что Дагестан вошел в десятку регионов, где финансируется строительство именно сельскохозяйственных объектов. Я уже который раз подтверждаю, пожалуйста, наметите любой объект, проектно-смертная документация, госэксплуатизм, мы его включаем. Мы в этом году подали документы под Лондона, мы готовы документы и по другим вопросам по комплексному развитию сельских территорий. Это приоритет федеральной власти, приоритет республиканского руководства. По итогам встречи обозначены дальнейшие мероприятия, которые будут направлены на развитие сельских территорий, в частности, Цумадинского района. Ватимат Ханапова, Мурат Бигбарса, в новости ННТ, Цумадинский район. Дагестанские санатории признаны одними из самых доступных по цене в СКФО. Об этом сообщает аналитический отдел санатории России. Там ежегодно проводят анализ цен на рынке санаторно-курортных путевок, чтобы люди могли оценить ситуацию, посмотреть и сделать выбор, исходя из своего бюджета. Дагестан делит вторую строчку рейтинга наравне с соседней Чеченской республикой среди всех регионов СКФО. Один день отдыха в санатории Дагестана обойдется для проживающего в 3300 рублей. В стоимость входят проживание, питание и лечение. Самыми дешевыми признаны санатории Старопольского края, цена в которых за сутки составляет 3250 рублей. Цены в остальных регионах имеют более высокие значения. В Ингушетии 3500 рублей и в Северной Осетии 3650 рублей. В среднем отдых в СКФО для желающих поправить здоровье обойдется в 3600 рублей. Рейтинг составлен после анализа цен в августе 2020 года. Сулакский каньон тем временем попал в рейтинг 30 самых красивых мест Юга России. Рейтинг составил портал о путешествиях Перита Бурита. Авторы сайта сравнивают природную достопримечательность Дагестана с каньоном в Аризоне. Помимо этого, подчеркивается, что вблизи с этим чудом природы располагаются рукотворные достопримечательности. Самые большие на Северном Кавказе – Черкейская ГЭС и одноименное водохранилище. Отметим, что Сулакский каньон – один из самых глубоких каньонов в мире. Он является также одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей республики. А в Дербенте продолжается реконструкция парка имени Низами Генжеви. Его главным объектом станет огромный мультимедийный фонтан, аналогов которому нет в мире. Накануне специалист по проектированию фонтанов Сбербанка России Джон Калвин проинспектировал территорию строительства. – Когда будем открывать? Как думаешь? – Весна. – Ну, скорее всего, весной, да. Потому что реально, если взять по облицовке, очень сложные элементы, да, и не будем торопить, потому что сейчас уже пойдет художественная работа. Конечно, мы по монолиту, круглосуточно мы можем организовать работу, ребята и работают с раннего, ну, с рассвета до заката. Но по художественной, по облицовке, конечно, там неприемлемо. – Это не может скорость. – Да, да. – Это должна быть ювелирная точная работа. – Да, художник время. Это другая. Дербентский фонтан побьет несколько рекордов России. Он будет самым большим по площади, кроме того, объект будет обладать крупнейшим водным лабиринтом и экраном, а также самым мощным водным залпом. Отметим, что архитектурное сооружение Дербенту дарит Сбербанк. Все фонтаны, установленные в разных городах России по инициативе крупнейшего банка страны, спроектировал именно Джон Каунин. – Мы хотели показывать такой формат, что дети не скучны, чтобы он смотрит, сказал «Вау, мой Дагастан так!» Вот это будет такой эффект. – Интерактив, чтобы было. – Да, интерактивный. В проекте инновационного фонтанного комплекса предусмотрен также ряд развлекательных функций. На больших водяных экранах будут транслироваться различные изображения. Струи воды будут способны создавать особые рисунки в воздухе, подобные красочным фейерверкам. Проект также позволит демонстрировать цветом музыкальные шоу. Дагестан, по мнению многих экспертов, одно из лучших направлений в области гастрономического туризма в нашей стране. Кулинарные традиции народов республики никогда не оставляли равнодушными гостей. Рецепты национальных блюд всегда отличались на разнообразием и оригинальностью. Один из таких кулинарных шедевров – ботлихский пирог. О секрете горной выпечки рассказывает Хадижа Курбанова. Вы думаете, Путин почему приезжал сюда? Из-за пирогов. Он любит пироги. И нас. Президентский пирог как раз делал рук Гулига Джебековой. Большую часть своей жизни она отдала выпечке. С момента замужества принимала опыт и секреты творения пирогов у своей свекрови. А с тех пор дело стало не только увлечением, но и бизнесом. Это пироги я делаю с душой и с любовью. Это мое хобби. Ну а спросом пользуются? Как много людей? Только так. У нас мои пироги славятся в Москве. Их везут туда. Самые, кто их любит, у нас в Зумадинский район. Только так мои пироги едят. На прошедшей Курбан-Байрам Гуля приготовила свыше 200 пирогов. Перед праздниками заказов уйму делится с нами пекарша. Когда не успевает, приглашает помощниц. Одна из них – ее соседка. Мастерство это хоть и простое, но чтобы овладеть им в совершенстве, нужны годы. Женщины рассказывают, что только коренные жители Ботлиха знают, в чем тайна необыкновенного вкуса выпечки. Начинка здесь, как и всюду. Курага и перемолотый грецкий орех с сахаром. Но секрет уникальности в тесте, заверяют женщины. Отличительная особенность ботлихского пирога от всех остальных заключается в том, что тесто его не пышное. В составе нет дрожжей. Это как полезно, так и практично. Потому что такой пирог может держаться свежим вплоть до месяца. Загадка успеха не только в тесте, но и в самих руках женщин. Они трудолюбивы, хотя дело мастериц усложняется тем, что в селе нет воды. И таскать пятилитровые баклажки приходится от родника. Там, где живут самые хорошие люди, богатые люди, у них вода бесконечно идет. Но вот это у нас самая хорошая и добрая улица, здесь воды нет. Откуда приходится таскать? На машине едем за водой. В соседние селы? Нет. А в соседние селы рахата тоже едем? Рахата едем. И у нас есть родники тоже. Родника набираем, чтобы пить, готовить пищу. Но несмотря на все сложности, сильные горские женщины не изменяют традиции и отважно пекут пироги. Пирог принято есть остывшим. Обычно его готовят вечером, а к столу подают уже на следующее утро. Сегодня мы испробуем его горячим. Пахнет ароматно. Давайте попробуем на вкус. Особый вкус выпечки придает, конечно же, и местная атмосфера, и экологически чистые ингредиенты. Начинка из горных абрикосов – тесто на родниковой воде. Поэтому, наверное, главный секрет ботлихских пирогов состоит в том, что все здесь собственного производства. А душа, вложенная в труд, в итоге приводит к результатам, превосходящим всякие ожидания. Хадижа Курбанова, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Ботлихский район. О развитии туризма и поддержке инвесторов в этой сфере власти Дагестана в последние годы говорят много. Проводятся различные совещания и форумы, поручений дается немало. Однако, реальность на местах, по словам бизнесменов, порой не столь радужна. Муниципальная власть зачастую не только не разрабатывает методы привлечения и поддержки инвесторов, а наоборот, делает все, чтобы затормозить реальные проекты. В центре подобного бюрократического футбола оказался бизнесмен и меценат Сагиба Лимов, который пожелал вложить немалые средства в развитие родного Сулейманстальского района. Подробнее об инвестиционном переполохе. Патимат Ханапова. Окраина села Сардаркен. Свежий воздух, горные пейзажи и рядом живописная река Чирокча. Идеальное место для реализации туристического проекта. На этих 12 гектарах и должен быть построен по замыслу инвестора масштабный туркомплекс Сардар Горный. Для этого бизнесмен Сагиб Алимов заблаговременно закупил земли участников и начал предварительные строительные работы. Меценат уже успел вложить в реализацию проекта десятки миллионов. До того, как неожиданно для него началось противостояние с местной властью. Здесь 20 лет существовала мусорная свалка, большая яма, трупы животных. 20 лет. И когда я купил участника, начал что-то делать, порядки навели. И у нас пошла вот эта непонятная разгряда. Речь идет об исковых заявлениях. Поступают они со стороны сельских поселений. Местные власти требуют отменить выданные ими же несколько лет назад постановления о предоставлении земельных участков. Получается, что должностные лица Сулейманстальского района начали оспаривать в судах собственные же решения. При этом суд в ускоренном порядке удовлетворил все исковые требования заявителей, взяв на себя полномочия множества структур. Землеустроителей, экспертов, административной службы и Росреестра. Администрация поселений продали эти участки, они стали моей собственностью. Как вы можете подать в суд иск на мою собственность? Вы можете подать на мои действия, на нарушения каких-то экологических, налоговых и так далее. Но подавать собственность отменим моего права, не указав на это, на основании чего, и как суд мог это принять, я не понимал. Цель этих бюрократических подножек не в том, чтобы найти истину и устранить нарушения, считает бизнесмен, а просто, чтобы воспрепятствовать реализации проекта. Сагиб Алимов считает, что он как бизнесмен просто не пришелся ко двору, не входит в ближний круг местной власти, а таким в районе, по его словам, получить зеленый свет непросто. Придумают разные, со стороны опять дороги, никаких претензий нету, со стороны реки, они разрешение нам дали, что они не против речного хозяйства. От района я ничего не просил и не прошу, просто все лишь я прошу, чтобы мне не мешали. Здесь причина не в земле и не в этом. Причина, кому-то не нравится позиция Алимов, благотворительность Алимов. Проблемы возникли еще с одним проектом, который реализуется в районе. Рукотворное озеро для рыбалки и отдыха. Один из объектов рекреационной зоны, задуманный предпринимателем. Но и этот объект местной власти не пришелся по душе. У меня здесь около 10 гектаров. Также были заброшенные земли, пастбище. Взялся что-то создавать, так же туристический комплекс. Опять есть со стороны главы района, тоже пока остановлено. И хотят еще новое заявление, чтобы так же забрать вот эти земли. Эксперты отмечают, что площадки, о которых идет речь, географически расположены удачно, а никак нельзя лучший подход для развития внутреннего туризма. Кроме того, проекты согласованы с профильными республиканскими ведомствами. Специалисты Министерства по туризму дали положительную оценку. Сардар даже включен в госпрограмму, как один из приоритетных проектов по развитию туристической индустрии России. Везде идут навстречу, везде есть понимание, серьезные помощи. Я должен сказать спасибо всем сотрудникам администрации Деревенского района. Они буквально на колесах делали документы. Сам Алимов признается, что изначально были допущены неточности в регистрационных вопросах, но ошибки эти были исправимы и не столь критичны, чтобы замораживать из-за них весь проект. И когда я ознакомился с документами, то действительно обнаружил, что в документах, как обычно бывает в Дагестане, имеются определенные изъяны, недостатки. Но это вовсе не означало, что такой нужный, социально необходимый проект в районе, в республике, тем более в предгорной части Дагестана, где практически эти объекты отсутствуют, оно не было основанием для того, чтобы закрыть или препятствовать этому проекту. И тогда, и сегодня, я думаю, что дело не в отсутствии согласованного проекта с районом. Тем временем противостояние продолжается. Местный суд вынес также решение о сносе строительного магазина. Если с туркомплексом были допущены ошибки, ставшие, по словам бизнесмена, формальным поводом для претензий, то со строительным магазином все было согласовано строго по букве закона. Документация от начала работ до акта ввода объекта в эксплуатацию была подготовлена и утверждена руководством района. Парадоксально, но это же руководство подало иск в суд, чтобы снести строение. Сейчас у нас есть обжалование, сейчас судимся дальше. Не прежде всего, чем заниматься предпринимательством, я сейчас бегаю по судам. На основании чего было вынесено решение о сносе, а ответа на этот вопрос пока нет. Жалоб не поступало ни со стороны дорожной службы, ни со стороны местных жителей. При этом никто не принял во внимание, что предприниматель 5 лет исправно платил налоги, у местных жителей были рабочие места и стабильная заработная плата. Кстати, трудоустроены здесь более 20 человек. У всех есть семьи, дети, каждый свой кусок хлеба зарабатывает здесь. В других местах нет такой зарплаты, чтобы пойти где-нибудь найти. Тем более сейчас пандемия, коронавирус, и тяжело, тяжело найти другую работу. На счету загиба Алимова множество благотворительных проектов. Это строительство детского сада, спортзала, парка и других социальных объектов. Почему же полезные инициативы предпринимателя местной власти встретили в штыки, понять сложно. Вопросов больше, чем ответов. Прежде всего, непонятно, почему муниципалитету так и не удалось найти общий язык с единственным в районе инвестором такого масштаба, который успешно реализует свои проекты и в соседних муниципалитетах. Ведь в списке критериев эффективности глав в Дагестане прежде всего стоит графа «инвестиционная привлекательность». Тем временем в администрации района отказались предметно комментировать ситуацию, но в то же время отметили, что проект незаконно попал в федеральную программу без согласования с местной властью и на основании фиктивных документов. И все же вопрос, почему местная власть таким агрессивным рвением отклоняет созидательные инициативы состоявшегося инвестора, к тому же доказавшего социальную ориентированность своего бизнеса, пока остается загадкой. Тем более, что альтернативных предложений по развитию туристической сферы в районе, судя по всему, попросту нет. А реализация такого масштабного проекта – это в первую очередь рабочие места. Не выходит ли так, что администрация района в своем противостоянии вредит по большей части народу? Фатимат Ханапова, Муса Салтгиреев, новости ННТ, Сулейман Стальский район. Из всех искусств для нас важнейшими являются, перефразируя классика, средства массовой информации. Накануне в общественной палате республики прошел круглый стол по вопросу о состоянии современных региональных СМИ. И повышении эффективности информационной политики в Дагестане. Инициатором проведения выступила комиссия по формированию гражданского общества и защите конституционных прав граждан. В обсуждении приняли участие министр информатизации, связи и массовой коммуникации Дагестана Сергей Снегирев. И начальник управления по информационной политике администрации главы и правительства республики Зубайру Зубайруев. А также руководители республиканских государственных и независимых СМИ, общественники и блогеры. Необходимо учитывать, наверное, в целом все многообразие республиканских СМИ, частных издательств. Все эти деньги, которые заложены, это деньги практически люди на заработку. Журналистский цех Дагестана – это мощное сообщество. Десятки изданий, телеканалов и радиостанций. И сотни сотрудников отрасли. Многие медиаресурсы активно осваивают сегодня новые электронные форматы. Однако в отрасли есть и немало проблем. В частности, внимание акцентировалось на осовременивании работы прессы и ее соответствии вызовам времени. Я хочу сказать, что повальная правовая безграмотность – это вызов и угроза развитию дагестанского общества. Экономики, политики, взаимоотношения людей. Скрупулезная, постоянная работа наших СМИ может исправить в этом управлении, в общем-то, поправить положение. Я очень хотел бы, чтобы наши республиканские СМИ все-таки вспомнили, что они являются еще и той необходимой площадкой, где идет постоянный диалог о том, что с нами происходит между бизнес-сообществом, властями, муниципальными, городскими, региональными и простыми гражданами и общественниками. Выступили со своими замечаниями и предложениями представители нашего телеканала. Очень много деструктива, такой целенаправленной деструктивной повестки, которая призвана подорвать вообще доверие к власти, к государству. Болезненная реакция на критику со стороны чиновников, неадекватная совершенно болезненность. Тотальное нежелание большинства чиновников комментировать сферу своей компетенции, особенно если есть проблемная повестка. То есть, когда тишь да гладь, еще может быть, соизволит чиновник профильный дать комментарий. Когда проблема, как правило, отказывается. Но именно в такие минуты нужен комментарий чиновника. Именно в это время общественная реакция формируется. И от авторитетного мнения многое зависит. Экспертные оценки нужны. И нельзя бегать от своего народа и прятаться за собственным молчанием. Нужно комментировать вверенную тебе сферу, открыто. И все эти проблемы, о которых мы говорим, в основном от того, что существует вот такая закрытость на многих уровнях. По итогам обсуждения будет сформирована рабочая группа при профильной комиссии общественной палаты, которая выработает рекомендации для соответствующих органов. И к другим темам. Родители, учителя и даже ученики просят о помощи. Протестующие собрались на митинг в защиту школы номер 49 в поселке Шамхал, которую власти собираются закрыть. С одной стороны есть решение суда, с другой – тревога родителей по поводу судьбы детей. Опасения, мнения и доводы сторон выслушали мои коллеги. Решение о закрытии школы превратилось в ЧП большого масштаба для жителей небольшого поселка. Родители, учителя и даже дети недоумевают. Прежде чем что-то написать, издать, вынести решение, должны прийти, поговорить, посоветоваться и все прочее. А не так. Вынесут решение и все. До свидания. Это не бывает. Они снимали самые плохие места. Старый туалет снимали. У нас новый туалет. А у нас новый туалет. У нас крыши не текут. Формально причиной закрытия школы стало предписание Роспотребнадзора и последующее решение суда. Здание было признано ветхим и аварийным, и его состояние не соответствующим противопожарным нормам. В связи с чем была приостановлена деятельность школы. Это за 20 дней до официального учебного сезона. Именно перед школой они закрывают школу. Почему? А где они полгода были? Вот это же я говорю. Китайцы за две недели построили больницу в Китае. А почему же у нас здесь ничего не делается? Потому что это им невыгодно. Под каким предлогом закрывается школа, чтобы ремонт сделать? Да нет, они хотят снести. Она говорит, нет. По санитарным нормам она не проходит. А почему до сих пор проходила? Родители учеников решительно высказываются против закрытия школы. По их словам, школа номер 49 – единственная в поселке, где имеется нормальное водоснабжение, уютные просторные кабинеты и спортзала. В рекомендуемой властями школе условия намного хуже. Покажите нам хоть одну школу в Дагестане, которая соответствует, которой есть и горячая вода, и холодная вода. Такого нет ни в одной школе в Дагестане. Не знаю, может там элитные есть, но таких обычных школ нет. Нас хотят перевести в другую школу, которая меньше намного нашей. И еще хочу сказать, спортзал единственный, который есть, это у нас в школе. В Шамхале нет ни у кого спортзала. Почему и классы у нас свободные и большие? И еще одним аргументом для закрытия учебного заведения стало соседство с железной дорогой. Но, как утверждают сами жители, школа была построена еще в советские годы. И до сих пор никто не видел никакой опасности или нарушений. Говорят, железная дорога вот здесь. Вот, например, мои дети на этой стороне живут. Мои дети, идя в школу, они не переходят ни железную дорогу, ни дорогу, где проезжает какой-либо транспорт. То есть, идя в ту школу, получается, надо им перейти железную дорогу и пройти трассу, и идти вдоль трассы. То есть, это уже тройная опасность для наших детей. По словам родителей, закрытие школы – это лишь полбеды. Серьезным испытанием станет еще и трехсменка. За неимение места и загруженность у других образовательных учреждений ведут третью смену. Я, например, не согласен, чтобы мои дети до 8 часов ночи в школу ходили. Третью смену. И ни один из родителей здесь не согласен. Они согласны. Три смены делают для нашей школы. Они должны делать три смены. Объясните, вот три смены. Ребенок будет приходить в девятом часу вечера. Здесь стабильно отключают и свет, и воду, или что-то. Девочки несовершеннолетние будут. Идти оттуда – это нормально. К собравшимся на митинге обратился начальник управления образования города. По его словам, если решений суда все же не будет оперативно отменено, то ученикам пригородной школы придется сменить место учебы. Мы хотим построить вам новую школу. Раз. Второе – у нас есть проблема сегодня здесь. У нас есть два варианта. Либо дети продолжают учиться в этой школе, либо дети переходят в 45-ю, в 47-ю школу. Мы подали жалобу апелляционную в суд, чтобы отменить это, чтобы хотя бы продлить его. Я буду уже как есть говорить, чтобы хотя бы продлить, чтобы у нас было немножко с вами время. Но это все зависит от суда. Мы сделаем все возможное для того, чтобы продлить это. Если решение суда нам удастся продлить, наши дети продолжат здесь учиться. До тех пор, пока мы построим новую школу. Если же нет, вы должны понимать. Если мы не сможем, если будет решение суда, ни я, ни вы, ни один ребенок сюда не сможет зайти. Надежда на разрешение ситуации еще есть. Но родители учеников уже сейчас обещают не отправлять своих детей в другую школу. Если они до первого числа не решают наш вопрос, все дети будут идти в школу вот в эту. Нравится им, не нравится, дети будут ходить сюда. Все. Сегодня здесь, видите, люди бунтуют, недовольные родители. И на этом не остановятся. И бардак будет. И поэтому мы просим, чтобы меры предприняли. С начала этого года на водных объектах республики погибло 23 человека. Семеро из них – дети. Статистика неутешительная. В этой связи дагестанские спасатели совместно с инспекторами ГИМС провели учения и разъяснительные беседы на городском пляже Махачкалы. О безопасности на воде. Сюжет Курбана Рагимова. Двое подростков, плавая на матрасе, заплыли за буйки. Ветром их уносит в открытое море. Призыв о помощи услышали спасатели. Они выдвинулись в сторону пострадавших на катере. Это одна из легенд учений, которые провели спасатели и инспектор ГИМС. Пострадавших вытаскивают на берег, оказывают первую доброчебную помощь. Действие происходит на городском пляже. Трагических случаев в этом и в прошлом году здесь не было. К купальному сезону подготовились тщательно, чего не скажешь о других береговых зонах. Большинство трагедий происходит на так называемых диких пляжах. Как вы видите, это городской пляж. Он оборудован буйками, спасательной службой. Водолазное обследование дна проведено. Квалификация спасательной службы подтверждается ежегодно. То есть здесь у нас особых таких проблем не происходит. Основные наши проблемы происходят в зоне Караманов и южной стороне поселок Манас, где сосредоточены несанкционированные водные объекты. До окончания купального сезона меньше месяца, так что проблема все еще остается актуальной. 23 человека погибли, семеро из них дети. Тем временем на счету спасателей МЧС 50 спасенных жизней. Анализ большинства ситуаций показывает, что самоуверенные отдыхающие нередко пренебрегают мерами предосторожности. Море ошибок не прощает и зачастую именно безответственное поведение на воде становится причиной трагедии. Ряд причин могу сказать. Несколько случаев, вот уж и на моей практике было это. В алкогольном опьянении были взрослые люди, несколько раз заходили. Мы их вытаскивали, они там с нами чуть ли не драться начинали. Ну, они говорят, нет, мы не тонем, когда заходят там уже захлебываться, начинают, мы их опять вытаскиваем. Нередко бывает дети, родители без присмотра оставят своих в гаджетах или еще где-нибудь уйдут, и их ребенок волной потихоньку начинает затаскивать. Так, несоблюдение элементарных правил поведения во время купания приводит к непоправимым последствиям. Спасение утопающих остается делом рук самих утопающих, если поблизости нет спасателей. Как правильно вести себя в экстренных ситуациях и оказывать первую помощь, должен знать каждый. Поэтому сотрудники МЧС в рамках своего очередного профилактического рейда напомнили основные правила, которые помогут людям быть на плаву, а значит, остаться в живых. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. В Тляратинском районе на этой неделе наконец-то открыли автомобильное сообщение на 74-м километре реконструируемого участка дороги Гунипское шоссе в Антрашевский перевал. Напомним, еще 22 июля в результате проливных дождей произошло обрушение крупного скального массива верхнего склона. Объем обвалившейся массы составил около 100 тысяч кубических метров. В результате обвала погиб машинист экскаватора, который выполнял работы на данном участке. Накануне, после взрывных работ и расчистки, дорогу открыли. Автомобильное сообщение налажено, но расчистка продолжается. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана просит водителей соблюдать предельную внимательность на этом участке. Полноводные озера образуются из маленьких родников, также и с добрыми делами. Программа «Я опекун» благотворительного фонда «Инсан» продолжает реализовывать мечты своих подопечных. На средства попечителей и жертвователей фонда вдова с тремя детьми обзавелась новым комфортным жильем. Тему продолжит. Наши корреспонденты. Вагон на окраине Ленинкента. В этом помещении 4 года ютилась семья, состоящая из 12 человек. Руки от Магомедова и ее трое детей лишились кормильца, а затем переехали из села в город, где их приютила мать женщины. Тут же вместе с ними проживала еще и многодетная семья сестры. Там ничего нету на свой. Трудно было. Я не знаю, как это сделать. Женщина обратилась в фонд «Инсан», и вот спустя полтора года семья уже заселилась в свой просторный светлый дом, общая площадь которого около 110 квадратных метров. Здесь три комнаты. Дети быстро распределили их между собой и занесли свои личные вещи. Как ты будешь обставлять эту комнату? Что будет, где находиться? Я вижу, здесь игрушки твои. Вот здесь моя кровать будет. А еще что будет здесь? Здесь шкаф, купе. Телевизор? Да. Еще до потери главы семьи Магомедовы приобрели участок в центре поселка. С помощью родственников и за счет соцспособия здесь заложили фундамент. На всю остальную работу денег уже не было, и стройка так бы и осталась заморожена на годы. На этом этапе к делу и подключился благотворительный фонд «Инсан». В течение года мы провели строительные работы Магомеда Рукиад. Мы возвели строение и поставили крышу, окна и прочее. И внутреннюю работу произвели. Внутреннюю работу мы порядка 80% делаем. Ну, обои наклеим, там шпаклевки. Ламинат. Да, ламинат и все остальное в это санузелы сделали. Полноводные озера образуются из маленьких родников. Так и средства на строительство этого дома были собраны по программе «Я опекун», в рамках которой помощь оказывается вдовам и детям-сиротам. Всего на работу ушло чуть больше 820 тысяч рублей. Программа «Я опекун» реализуется посредством ежемесячных перечислений опекунов. Опекун – это человек сам, единоличный, или же совместно с каким-то коллективом принимает для себя решение каждый месяц оказывать финансовую помощь в поддержку детей-сирот. Это разные суммы? Это разные суммы. От 3 тысячи, 5 тысячи, кто-то 10 тысяч и более. Но они бывают стабильные, да, постоянные. О таком доме в семье Магомедовых могли только мечтать. Теперь вопрос удобства и комфортных квадратных метров для них решен надолго. Впереди лишь приятные хлопоты об устройстве жилья и знакомства с соседями. Спасибо фонду «Инсам» и работникам, и опекунам помогали мне сделать эту работу, построили мой дом. Спасибо вам всем. До конца этого года фонд «Инсам» подарит жилье еще десяти нуждающимся семьям. Но подобных драматических историй по всей республике немало, и на помощь фонда рассчитывают многие. А значит, впереди новые сборы и организационная работа, чтобы дарить радость тем, кто уже отчаялся ее увидеть. Помочь может каждый, ведь даже самое скромное личное участие в благотворительных программах фонда «Инсам» многим может дать надежду на счастливый финал. Курбан Рагимов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Деревянные изделия уже много веков сопровождают человека в повседневной жизни. Что только не изготавливали из древесины наши предки, начиная с древних времен до наших дней. Даже в век высоких технологий теплое и мягкое дерево, как сырье, не теряет своей актуальности. Мои коллеги побывали в гостях у мастера-самоучки, в руках которого любой твердый ствол превращается в податливый мягкий материал. Магомед Саид Абидов долгое время работал плотником, а когда вернулся из армии, стал первым фотографом в своем небольшом селе Санатли. Резьба по дереву была для него увлечением, хобби, которое он практиковал в свободное время. Всерьез мастер занялся деревом, только когда стал посвящать этому ремеслу много времени. Там у нас сосед был, ложки делал все время, показывал, даже нож подарил, когда был маленький. Деревянный ножик? Ну, этот, здесь, инструмент для... А, да, ворезки. Да, это ворезки. Магомед Саида можно по праву назвать настоящим цанатлинским самородком. Ведь специального обучения ремеслу деревообработки он не проходил. Просто взял инструменты и начал что-то делать. От простых ложек и вилок дошел до вполне сложных предметов. Любое дерево, которое вам попадется, обязательно примет любые формы. Там вилки, ложки, тарелочки. Ну, там попадутся куски. Вот раз, я в чем-то делаю. Вот этим дарят, что-то там, вручки, вручки. Работы плотника от Бога разлетаются мигом. Это и неудивительно, ведь, глядя на его изделия, сложно поверить, что их создал мастер-самоучка. К тому же многие свои деревянные шедевры он отдает просто так, не делая целью зарабатывать на своем хобби много денег. Деньги. Что я буду делать тем, дам? Ну как, они же нужны всем. Я никогда не за деньгами не бегал. Даже когда на деле работаю, когда ученики помогают, помогают. Я деньги не беру так. Особых творческих планов у Магомедсаида Абидова нет. Он живет одним днем, режет по настроению больше для души, чем для прибыли. Хотя соседи видят в нем перспективного мастера, который сможет достойно представить село на выставках самого серьезного масштаба. Ни от учебы, ни от какого-то… Это вот какой-то самородок, который вырос там в селе, никуда не выезжал и так далее. Ну он часто по заказам там какие-то лестницы эти делает, там балясины делает и так далее. Ну приглашают даже иногда бывает в Махачкале, иногда пропадают там какие-то вот заказы. Но обычно наши вот сельские люди, которые там живут и так далее, его приглашают. Ну видят работы там уже и соседние там видят. Конечно, сейчас деревянная посуда уже не пользуется таким спросом, как раньше. Во времена наших предков она была необходимостью и непременным атрибутом каждого горского дома. Но радует одно то, что желание использовать в быту экологичные материалы есть до сих пор. И это дает надежду, что древнее ремесло будет востребовано и станет возрождаться, даря рукотворное тепло новым поколениям. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Гумбетовский район». На территории, прилегающей к духовному центру, проходит возведение подземного пешеходного перехода. Работы в эти дни идут на Старой Каспийской трассе. Переход соединит в единый парковый комплекс, зеленую зону вокруг духовно-просветительского центра имени пророка Исы, мир ему, и прилегающую от него до набережной Каспийского моря аллею, названную в честь героев медиков. Общая протяженность аллеи составит 1300 метров, а площадь 9 гектаров. На трассе сейчас идут активные работы. Для проезжающих автомобилей специально подготовлена объездная дорога. Хотелось бы обратиться к автолюбителям с просьбой выбирать в часы пик объездные маршруты для того, чтобы облегчить перемещение именно в данном участке. И просим отнестись к этому пониманиям. Для возведения подземного перехода используется вся необходимая современная техника и людские ресурсы. Перед строителями поставлена задача уложиться в максимально короткие сроки, без ущерба для качества работы. Впрочем, сами участники дорожного движения относятся к ситуации с пониманием. Небольшие неудобства – это вынужденная мера, которая послужит общему благу. Ведь после ввода в эксплуатацию нового перехода будут соединены пешеходными путями не только два отрезка аллеи, но и несколько микрорайонов вокруг старой Каспийской трассы. А это значит, что район вокруг духовного центра станет еще комфортнее и безопаснее для жителей. Вечером немножко задержка идет. Так как асфальт уложили здесь, таких проблем больших не вижу. Но вы готовы потерпеть, пока вот это все построят, этот пешеходный переход? Ну, конечно, готовы. Ради будущего блага. Мы идем гулять в парке, конечно. Я готов. Я готов. Войти на уступки, войти на встречу людям. Это для нас делается, для наших детей. Поэтому я желаю каждому дагестанцу иметь максимальное терпение, пока вот эти моменты закончились. В селении Черкота, что в Гумбетовском районе Дагестана, цветущие плодовые сады в долине реки Андийская Кайсу возделываются годами. Это основное занятие местных жителей. Трудно своей земле, щедро вознаграждается самой природой, дарящей сочные плоды. Особенно прижились там персики. О том, как выращивают сладкие фрукты, узнавала Алина Багилова. Сама природа создала здесь все условия для выращивания сочных плодов. Да и никакой другой работы, по правде говоря, у сельчан нет. Круглый год черкотинцы используют результаты своего труда. Сами питаются дарами садов и кормят ими других. Тяжело что делать. Основной доход – это же. Поэтому надо все равно собирать. Сапия Тахмедова много лет занимается собственным садом. 16 соток зеленой гордости – дело ее рук. В июле начинается самое приятное. Вместе с тем – тяжелая страда для садоводов – сбор урожая. У каждого сорта персиков своя пора созревания. Каждый из них спеет в разное время. Есть деревья, приносящие ранние плоды, средний и поздний урожай. Чем позднее сорт поспевает, тем он вкуснее, мне кажется. Но у каждого свой вкус. Сапият превратила землю, которая досталась ей по наследству, в цветущий плодовый сад, бережно возделываемый годами. Кажется, тут есть почти все – абрикосы, хурма, яблоки, эти любимые всеми сочные фрукты, пушистые персики. Тут у меня 16 соток. И занимаюсь я им уже почти 16 лет. В 2005 году я их посадила. С тех пор вы тоже посчитаете, 16 год. Подождите, вы это, можно сказать, сами все посадили? Ну да, сама посадила, сама выращивала. Садовые каникулы сапият заканчиваются в феврале. В это время уже начинается пора садоводческих забот. Обрезка деревьев, а затем и другой уход за плодоносящими ветвями. Мы целый год тут. Основное, в течение года, только декабрь, январь, мы тут не бываем. С февраля мы начинаем эту обрезку. Ценности этих персиков не только в неповторимом вкусе, но и в экологической чистоте, обеспеченной уникальным климатом и первозданной природой здешних мест. По словам местных садоводов, натуральность и безвредность продукции стопроцентная. Никаких удобрений и химикатов. Самые лучшие абрикосы у нас. Даже когда я ездил в Россию, в Саратов или в каком-нибудь городе, армянские, узбекцы, никто не покупал, только на мои налетали. И побольше цены брали. А в чем секрет был? Секрет? Я только увидел, сколько у меня трава растет. Это я удобрения туда не пользую, налозом. Химикату я тут не использую. Единственное, что я тут использую, это медный купорос. Когда обрезка деревьев делаю, до цветения, это медный купорос, обрезка деревьев. Больше никакой химикату не использую. Чтобы для них испортил деревья, кучеревых листьев не было. Садоводы черкотинца признаются, персики нуждаются в большем уходе, чем другие плодоносящие деревья. Да и капризов у нежных стволов много. Живут они не более 10-15 лет. Они быстро дают, второй-третий год дают урожай, поэтому их сажают, все сажают. Но их содержат и уходят. Тяжело? Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Гумбетовский район». Их работа сродни детективной практике. Археологи накануне отметили свой профессиональный праздник. Рабочий сезон у них в самом разгаре. Этим летом дагестанские специалисты ведут раскопки в Каекенском районе. Найденные артефакты еще предстоит изучить, и вскоре они станут музейными экспонатами. Моя коллега, Патимат Ханапова, побывала на месте и прикоснулась к древности собственноручно. Расчистка только началась, но уже интересные находки. Под палящим солнцем, в пыле и в грязи докапываться до истины в прямом смысле. Вот уже восьмой месяц дагестанские археологи проводят изыскания в Каекенском районе. Экспедиции из восьми человек. Здесь изучают остатки древнего поселения Эски-Юрт. Городичь статируется первым восьмым веками. Находилось оно на маршруте Великого Шелкового Пути. Вблизи Дербента, бывшего важным экономическим центром еще в древности. Любые археологические находки, их ценность в том, что они находятся в определенном комплексе, в закрытом. Тогда мы можем понимать всю их суть, подоплеку, что они нам несут, какую они нам несут информацию. История здесь археологами собирается буквально по крупицам. Каждая очередная находка и повод для радости, и новый объект для научных исследований. Найденные здесь артефакты ученые делят на три категории. Предметы быта древней цивилизации, украшения и оружие. Все они после подробного изучения станут музейными экспонатами. Какие из них наиболее ценные? Для нас все ценные. Здесь есть находки, которые показывают связи в древние времена, в частности, 2-5 века нашей эры, связи с другими регионами. Яркие показатели – это, допустим, халсидоновые бусины, которые у нас месторождения в Дагестане отсутствуют. Месторождения нет, неизвестно, то оно, значит, попало уже из дне. Скорее всего, это из территории Ирана. Проблем у археологов хватает. Иногда возникают финансовые вопросы. Часто приходится сталкиваться и с нехваткой молодых кадров. Однако самое главное, что волнует сейчас ученых – это разграбление памятников. Число черных археологов, как отмечают специалисты, просто катастрофическое. К сожалению, не до многих людей доходит важность и ценность нашего исторического наследия. Иногда, зачастую, сюда приезжают из других регионов России специальные искатели со специальным оборудованием и просто-напросто вандальски разрушают археологические памятники. Самое последнее время, что обидно, наши местные дагестанцы тоже начали заниматься этим и буквально своими же руками разрушают историю своих предков. Любой осколок – шедевр. Каждый артефакт уникален. Как из этих черепков получился кувшин, так и из малых археологических находок складывается большая история. Без этой науки наше прошлое оставалось бы темным. Один из интересных комплексов, который мы обнаружили на могильнике, находится под огромным камнем большого размера и огромного веса. Под ним находится несколько погребений. Пока мы на стадии изучения этого всего, на стадии расчистки, но будет интересно увидеть то, что находится под ним. Наверняка будет неограбленное, достаточно яркое представительное погребение. Археология – это призвание, говорит Аскер. Некоторым может показаться, что профессия – это романтичное и веселое. Мол, в лагерь сездил в компании единомышленников, пообщался, что-нибудь раскопали и все. А серьезно заниматься профессией – это значит изучать литературу, историю и вообще быть широко образованным человеком и не бояться трудностей. Ну а свой профессиональный праздник дагестанские археологи проведут, что называется, в поле, открывая новые тайны древних цивилизаций, которые и не подозревали, что будут представлять интерес для далеких потомков. По тематам Ханапова Магомед Магомедов, новости ННТ, Каякенский район. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok